Всем привет! С вами Айка и сегодня я заказала роллы. Просто утром захотелось, увидела бесплатную доставку. Когда бесплатная доставка, меня просто невозможно остановить. Плюс еще этот сет весь с креветками. Здесь наверху креветки, здесь креветочки. Внутри из моей любимой доставки. Здесь у нас такие палочки дурацкие. Единственное, что подводят, это палочки. И давайте приступим. В комментариях, кстати, меня просили сделать хоть раз в жизни смоки айс. Я пыталась это сделать с коричневыми тенями. Девчонка, мне писала в комментариях, что пожалуйста, Айка, сделай темно-коричневые глаза. И у меня не получилось. Получилось ужасно, поэтому я все стерла и села снимать видео. Хотя столько времени потратила, но получилось не очень. Я решила не позориться. Пить мы с вами будем кову. После поездки в деревню, у меня прям такое желание снимать, что-то делать. Роллы просто на пятерочку. Если вы думаете, что я не читаю комментарии, я их читаю, когда мне пишут какие-то советы, я стараюсь прислушиваться. Вот сегодня потратила целый час и нифига не получилось. Классно все стерла и сделала обычный такой макияж. Просто супер. Также, мои хорошие, мне бы хотелось вам порекомендовать честные розыгрыши призов, в которых также я буду принимать участие. Эти розыгрыши будут проводиться один раз в месяц, 30 числа каждого месяца. Все предельно честно и без обмана. Победитель выкладывает видеоотзыв. К сожалению, сейчас очень много медийных личностей, которые обманывают свою аудиторию и толкают всякие лохотроны. Поэтому люди уже склонны подобным вещам не верить. Но здесь все кристально чисто, я даже сама буду участвовать. Все вы знаете, что есть такие лотерейные проекты, в которых вы вечно остаетесь в минусе. Здесь же не так. Победитель обязательно выкладывает видеоотзыв. И вы можете убедиться в том, что все честно. Данный проект не представляет из себя ничего азартного, так как проводится всего один раз в месяц 30 числа. В принципе, я считаю, что можно себя один раз в месяц побаловать и потратить символическую просто сумму. А в конце получить шикарный приз и обалденные эмоции. Проект новый, переходите и участвуйте. Инструкцию по приобретению билетов я вам вставлю вот сюда. Но также вы можете перейти по ссылке, которую я оставлю в описании. Также закреплю в комментариях. И там в сообществе тоже есть подробная инструкция, как приобретать билеты. Насчет честности вы можете не переживать. Обязательно переходите и регистрируйтесь. А мы с вами продолжим кушать эти прекрасные роллы. Посмотрите, как они выглядят красиво. Подготовила один вопрос от подписчицы, на который хочу ответить. Девушку зовут Зарема. Зарема, тебе огромный привет. Привет, Айка, очень аппетитно кушаешь. Спасибо огромное. Расскажи, пожалуйста, о своих табу. Что ты никогда не делаешь и что не любишь в людях. У меня, если честно, табу достаточно много. Хотя, возможно, это какие-то мелочи, на которые другие люди вообще не обращают внимания. Но я обращаю. Я всегда закрываю кран. То есть, например, я мою посуду и я намылила, например, тарелку. В этот момент я закрываю кран. Когда мне вода нужна, я его открываю. Тем самым, всегда экономлю воду. В стране, в которой я живу, вода стоит очень дешево. И обычно, когда люди видят, что я так делаю, им очень удивительно. Они все задают вопрос, почему ты так делаешь, неужели настолько прям плохо живешь. То есть, людям это удивительно. А меня, наоборот, раздражает. Даже в фильмах меня раздражает, когда просто вода течет. А человек просто стоит и смотрит в зеркало и не начинает смывать макияж. Казалось бы, это мелочь. Да, понятное дело, каждый сам решает. Но это идет из детства. Мой дед. Всегда говорил, что даже воду в море или в реке тоже надо экономить. Он всегда об этом говорил. Даже мама бесится, когда я мою посуду. Закрываю кран, открываю. Закрываю, открываю. Или просто беру всю посуду, намыливаю, а потом полоскаю. Один раз я у подруги с ночопкой была. И она увидела мое действие и такая говорит, ой, да не парься, Айка. Не парься. Используй сколько хочешь воды. Или мне иногда задают вопрос, ой, Айка, какая ты экономная, даже воду экономишь. Не знаю, именно к воде у меня вот такое отношение. И к продуктам тоже, кстати. Я очень редко выбрасываю продукт. Очень редко. Мне жалко. Да, многие говорят, что ваш желудок это не мусорка. Лучше уж выбросить то, что не лезет, чем съесть лишний кусочек. Для меня нет. Лучше я съем лишний кусочек, чем я выброшу. Я считаю, что выбрасывать еду это большой грех. У меня есть такие своеобразные загоны. Многие меня, наверное, не поймут, особенно с водой. Например, я всегда хожу и везде выключаю свет. Потому что я не понимаю, зачем свет там, где нет людей. Например, в какой-то комнате просто горит свет. Я иду, его выключаю. Но по большей части это касается каких-то природных ресурсов, наверное. Второй момент. Я никогда у подруг не беру одежду. Одежду, обувь, аксессуары, сумки никогда ни у кого не беру. И, возможно, многие поймут меня неправильно. Дело не в том, что мне противно чужие вещи и так далее. Нет. Свои вещи я просто с удовольствием могу дать и поносить, и так далее. Здесь я надену чужое платье. Весь день я просто буду напряжена. Потому что я буду чувствовать ответственность, что вдруг что-то случится с этим платьем. Разолью что-то на него. То есть я очень трепетно отношусь к чужим вещам. Мне проще просто ничего ни у кого не брать, чем потом весь вечер трястись над этой сумкой или обувью. В общем, это не мое. Есть у меня что-то. Я надену. Нету, я закажу обязательно. Не могу заказать. Просто надену из того, что у меня есть. Но брать у кого-то, потом отдавать эту вещь, потом трястись над ней. Ну, в общем, это вообще не мое. Хотя свои вещи с удовольствием даю. Смотрите, какой огромный ролл. Впервые вижу настолько большой. В общем, не знаю, насколько это сейчас популярно, но мне кажется, раньше, когда мне было 12-13 лет, мы очень часто менялись одеждой с подругой, ходили в школу в разном и так далее. Сейчас то ли мы взрослеем, но иногда у меня подружка, например, берет какие-то мои сумочки. Она, например, говорит, у меня будет такой лук. Я хочу под нее, например, твою розовую сумку. Я говорю, без проблем. Приезжай, забирай. Мне не противно от того, что, например, мое платье поносит моя подруга или моей косметикой попользуется моя подруга. Я к этому вообще спокойно отношусь. Нету никаких у меня загонов. И, как правило, почему-то чужие вещи всегда у меня ломаются. Например, у брата был переходник, и мне он очень нужен был срочно. Я взяла у брата его. Я как раз была на работе у него. Там у него на столе лежал переходник. Я его взяла. Попользовалась неделю, и он у меня сломался. Кстати, надо ему новый переходник купить. Но он копейки стоит на самом деле. У нас между нами таких копеечных разговоров никогда не бывает. Но надо купить ему новый и отдать. Ну, это, конечно, мелочь там. Ну, а так какие-то крупные вещи. Например, мне брат говорит, получила права езди на моей машине. Он мне спокойно говорит, что ты можешь ехать на моей машине. Ну, я никогда. А вдруг, а что? хотя мы как одна семья. То есть у нас реально очень близкие отношения. Некоторые после просмотра влога там писали, что типа это наигранно, как-то невозможно быть настолько дружными. Мы сперваны, мне кажется, ни разу не ругались. За все время ни разу не ругались. Даже каких-то малейших конфликтов не было. Мы очень приятный человек. Вот какая она видео, такая она и есть. Вкуснотища. У меня, например, остается несколько роллов. Вы думаете, я их выбрасываю? Нет, конечно. Я где-то через час сажусь и доедаю. Вообще круто, когда у тебя с родственниками хорошие отношения. Причем и с маминой стороны у нас неплохие отношения. Ну, как неплохие. С маминой стороны я почти ни с коем не общаюсь. Мама самая младшая в семье. И мои двоюродные сестры намного старше меня. У них там дети уже взрослые. хотя, например, с перваной мы тоже не ровесница. Но все равно так как-то получается. Я могу прям все рассказать перванем. Следующее мое табу. Это только то, что я сейчас вспоминаю. Я очень редко беру кредиты. Я могу что-то забыть. Но, по-моему, технику там, не знаю, свой телефон, компьютер, камеру. Ничего я не брала в рассрочку. Я могу что-то забыть. Опять же, мне иногда в комментариях пишут, а вот это, а что ты врешь? Я могу забыть. Но, насколько я помню, я ничего никогда не брала в кредит. Единственное, что я рассматриваю для себя в кредит, это, например, квартира. Квартира такая вещь, что очень большая, да? Поэтому ее я могу рассмотреть там, в кредит, так скажем. Это ни в коем случае не через банк, а просто рассрочка. Рассрочку застройщика. Ну, сейчас, наверное, многие со мной не согласятся. Каждый месяц ты там выплачиваешь по энной небольшой сумме и даже не чувствуешь этого. Все равно это переплата. Если даже беспроцентный кредит, так скажем, да, все равно вы платите комиссию. Это тоже деньги. Даже машину я не рассматривала в кредит. Вот единственное, что я могу рассмотреть, это квартира. И то только на 5 лет. Не больше 5 лет. Ни в коем случае. Хотя никогда не говори никогда. Я вам просто говорю на нынешнее время, как я думаю. Возможно, через 5 лет мое мнение поменяется, я буду все покупать в кредит. Но сейчас я не могу вспомнить ни одну вещь, которую я купила в кредит. Я, если честно, поела, наелась, было очень вкусно. Я обожаю роллы с креветкой. Эти сеты стоят дороже, чем все остальные. Но, понятное дело, креветка у нас не дешевая, но зато прям насладились. Всех люблю. Не забывайте подписываться. Всем пока.